Всем привет! Привет! Вы на канале Life in Australia and New Zealand. И в этом видео мы ответим на вопрос, который волнует многих, нам очень часто задают его в комментариях. А не хотите ли вы вернуться в Новую Зеландию? И вот в этом видео мы подробненько на него ответим, а у вас будет возможность наблюдать красивые виды из Новой Зеландии, из нашей недавней поездки. Ну что, давайте начнем? Поехали! Начнем немного с предыстории. Для тех, кто новенький о нашем канале и не знает, мы больше 14 лет прожили в Новой Зеландии. И вот в этом году, кстати, в феврале уже будет год, как мы живем в Австралии. Часто нас спрашивают, хотим ли мы вернуться, давайте возвращайтесь, что вы там забыли, там всякие гады. Да, многие говорят, что здесь гады, многие кричат, что здесь очень жарко. Кто-то кричит, что и влажно, и жарко, но опять же, это на вкус и цвет фломастеры разные, вы сами понимаете. И для нас немножечко все по-другому. По поводу вернуться, ну... Давай начнем с того, что вот, как я уже сказала, мы в конце декабря на три недели ездили в Зеландию посетить родителей на праздники. Вот. И первое, вот что изменилось, да? На тот момент было 10 месяцев, как мы отсутствовали. Изменилось ли что-то? Что-то заметил? Я практически вообще ничего изменений, как таковых, не заметил именно в самой обстановке. Все так же растут курятники, по-другому эти дома, домики не назовешь. То есть мы неоднократно уже об этом рассказывали, когда жили в Новой Зеландии, показывали вот эти вот таунхаузы небольшие, которые сносятся на старых участках один дом или два участка, два дома. И строится сразу там 15 штук этих маленьких мусипусеньких таких таунхаузов. И это продолжается строиться. И на нашей улице это тоже не исключение, к сожалению. Я имею в виду в Новой Зеландии, там, где мы жили. То есть происходит абсолютно то же самое. Хотя сейчас все идет уже на убыль, по большому счету, потому что такое ощущение, что приходит кризис. Вот, наверное, в Новой Зеландии вот это вот такой показатель, потому что какие-то стройки замораживаются. После общения со своими коллегами, бывшими, с кем я работал до этого в Новой Зеландии, они тоже говорят, что стало тяжелее найти работу, потому что многие проекты просто сворачиваются, либо отменяются. Это вот такое изменение произошло. Потому что когда мы уезжали, был безумный бум строительный, и работы было завалить. Еще что изменение цены. Вот что очень сильно изменилось, это цены. Да, и в худшую сторону. В худшую сторону, они выросли, да. Так что, в принципе, мы особых изменений не заметили, как будто все так же осталось, как мы и уезжали. Погода нас расстроила даже. То есть погода о себе напомнила, что она в Новой Зеландии может быть не только хорошая. Мы надеялись, что мы приедем, будет погода классная. Но, к сожалению, погода нас не сильно порадовала. Потому что был дождь, да, и мы практически весь наш отпуск отсидели дома. За исключением вот того, что мы съездили в Куинстаун. Кто, кстати, не видел наше видео из Куинстауна, посмотрите. Там как раз мы попали в хорошую погоду. Большая часть нашего отпуска была в хорошей погоде. Но как-то так. Что касается изменений, то мы так особо не заметили, да. В принципе, наверное, потому что немного времени прошло. Также нас часто спрашивают, скучаем ли мы за самой Новой Зеландией. Скучаем ли мы за домом, родителям, друзьями и так далее. Так вот, что касается, скучаем ли мы, то, наверное, я лично именно за Новой Зеландией не особо скучаю. Как-то, не знаю, мне именно хотелось переехать в Австралию. Да, это хорошо оценилось во время нашего последнего визита, да. То есть, есть ли какая-то вот такая ностальгия. Ностальгия есть именно вот по дому. То есть, потому что мы все-таки там очень долгое время прожили. Скучаем, конечно же, за родителями. Скучаем за собачкой, да. То есть, вот такие вот вещи, они остались, да, там, сад, огород, вот это вот все спокойствие. Потому что жили в таком уединенном довольно-таки месте. И это, конечно, есть вот ностальгия по этому. А так побывали мы в городе, да, вот скажи. Да, в городе прогулялись. Особо сходить так некуда. Особенно, когда идет дождь. Вот, так что, ну, что касается меня, за самой страной я не скучаю. Если сильно хочется, можно съездить в гости. За домом как бы тоже. Ну, дом себе и дом. Ничего особенного. Вот. Так, в основном родители, друзья, знакомые, да. А все остальное как бы можно здесь найти. Да, конечно же, виды безумно красивые. Никто не спорит о Новой Зеландии. Но за 14 лет мы их насмотрелись. Да и правильно сказала Илона, что сели, соскучились, сели, прилетели, погостили чуть-чуть, да и улетели обратно. То есть, в принципе, расстояние-то 3,5 часа полета. Не так все и страшно. В Новой Зеландии, вот когда мы ездили в отпуск, мы пробыли, получается, 3 недели. И вот уже, честно говоря, на третью неделю начали уже скучать за Австралией. Уже хотелось вернуться обратно. Особенно в теплую погоду, в лето, наконец-то. Потому что когда ты, когда в Зеландии лето, конечно, бывает. Но это, так скажем, как лотерея. Один год она может быть, второй год его может не быть. Или там 3 недели дождь, 2 недели солнце. Какое нестабильное лето. Поэтому из-за погоды уже тоже хотелось вернуться в Австралию, чтобы побыть на солнышке, почувствовать лето, наконец-то. И соскучились, потому что привыкли к местному образу жизни уже. Все-таки это уже стало нашим домом. Да, я тоже открывал. Уже последнюю неделю сидел, открывал сайт прогноза погоды австралийского. Чтобы понимать, куда мы возвращаемся, что там за погода. И за исключением, пока мы отсутствовали одного небольшого шторма. То есть, все было прикольно, солнечно. Люди ездили на пляжи, отдыхали и так далее. А в Зеландии мы сидели и смотрели на дождь. Но вот, как бы, с одной стороны, может быть, это дождь нам позволил больше времени действительно дома провести с родными. А с другой стороны, хотелось... Ну, мы могли даже съездить еще куда-то. Да, хотелось и куда-то повыезжать. Мы даже, кстати, ни разу не съездили на пляж. Мы съездили один раз на пляж, рядышком с нами, вот на Истерн-Бич. Прогулялись там, поснимали, опять же, для вас вот видео. Все классно. И на этом все вот закончилось нашей поездки. Я один раз успел съездить на рыбалку. Слава богу, погода позволила. На чартерном судне мы выходили на рыбалку. Да и все на этом, как бы, вот. Поэтому еще одна вещь, кстати, вот. Вот почему еще я хотел вернуться, это цены. Вот я уже об этом говорил. Это действительно очень шоково так видеть разницу, да. То есть мы когда ходили и продолжаем ходить здесь за покупками раз в неделю, да, покупки на неделю для семьи, обычная еда, да, и так далее. Там же мы когда приехали в магазин и мы увидели эти цены, когда мы набрали практически ничего, а заплатили столько же, сколько здесь за полную корзину, но немножечко как-то неприятно было. Если не видели это видео, посмотрите, у нас есть видео, где мы как раз показываем нашу продуктовую корзину из Новой Зеландии, когда только приехали и пошли закупаться. А потом, кстати, австралийская сразу у нас есть там где-то рядышком, так что тоже можете вот сравнить для интереса. Да, и там видно, сколько мы потратили и сколько мы всего купили. Также вот еще хочу заметить, очень часто нам говорят, возвращаетесь, что вы там забыли в той Австралии, там эти гады прямо на каждом шагу, змеи, пауки. Вообще, как вы там живете в этой жаре, это же ужас. Да, ну, змеи, мы вначале чуть-чуть упомянули об этом. Змеи и пауки. Ну, смотрите, за все время пребывания здесь, вот год, змею мы видели одну задавленную и ту неядовитую. Это вот все, что мы увидели на дороге, змея задавленная лежала, да. Опять же, как я уже говорил, неядовитая была. Пауки. Ядовитого паука, ну вот они висят, ты где-то в городе гуляешь, между деревьями они делают свои паутины, да, и для ловли мошек и мух и так далее. Все, эти огромные пауки ядовитые, они в дом не лезут. Есть, конечно же, вокруг дома там лазят пауки, в дом заползают иногда, но это как бы, он же не лезет к тебе, он в доме сидит, ты его можешь либо выгнать, либо просто-напросто. Ну, кого мы еще видели, видели жабы, это лягушки. Лягушки, вот это вот ядовитые лягушки вокруг дома каждый вечер кучу вылезают. Ну, а что они? Ну, когда темно. Ну, да, они появляются, но опять же, они в дом к тебе не лезут, к тебе не пристают, на дорогах ты спокойно идешь без всякой опаски. То есть, ты как бы вот не лезь ты в кусты, и все, и все будет в порядке. Поэтому не сильно они нас... Ну, да, просто нужно быть здесь повнимательнее. Это единственное, на что надо обратить внимание. Повнимательнее, если ходишь по каким-то кустам, по какой-то траве там, где она густая, просто аккуратно смотри под ноги, лучше не лезь. А так, в принципе, и все, повнимательнее будь, и будет тебе счастье. Абсолютно, да. То же самое по поводу океана, моря океана, если вы едете купаться, ну, несравнимо, да. Дело в том, что хорошо, возможно, в Новой Зеландии нету каких-то там медуз этих ядовитых. Я не спорю, акулы реже попадаются, бывает, но очень редко, да. Но здесь ты смотри, опять же, под ноги, если вода чистая, ты спокойно купаешься, но зато температура воды не сравнить. Ну, очень приятный океан, в него просто не нужно вот это заходить, и как вот в Зеландии, ты заходишь, и ты привыкаешь, и многие там по 5 минут только заходят. Готовятся, да. Да, здесь просто зашел и пошел. Очень тепло, приятно. Да, дети часами сидят в этой воде, и... И губы не синеют. И губы не синеют, да. Это вот еще. Поэтому тут как бы вообще сравнение не ставится даже. А что касается жары. Да, местами бывает жарко. Вот мы заметили, кстати, что комфортно, это вот где-то 30 градусов, довольно-таки комфортно. До 30 градусов, да. Но вот когда больше, там 32-35, конечно, жарко, но эта температура, она не постоянная, то есть нет такой, чтобы месяц было 35, вот не двигалось ни вверх, ни вниз. То есть она вверх-вниз, то есть то жарко, то не жарко. Жарко, пожалуйста, все включают кондиционеры в домах, на работе, в офисах, в торговых центрах. То есть ты особо этой жары не ощущаешь. Естественно, когда очень жарко, то тебе не нужно ходить по улицам именно вот в период яркого вот этого мощного солнца, там, скажем, с 10 утра и там до 3, до 4, когда оно очень такое интенсивное. Идите на пляж или сидите под кондиционером, вы же не гуляете с утра до вечера на улице. Да, мы все-таки в 21 веке, и кондиционеры, в принципе, есть в каждом доме, которые там сдаются или покупаются. То есть это вообще не проблема. А про торговые центры, Илона уже сказала, это тоже самое. Работа, ну да, единственное, что, наверное, работа у тех же строителей или других профессий, которые работают на улице, потяжелее будет. Я с этим спорить не буду. Однако мне повезло, мы занимаемся именно офисами и различными помещениями. И в большинстве своем там уже работает кондиционер. То есть на меня это, например, никак не влияет, и все в порядке. Поэтому для нас конкретно эта жара не является какой-то огромной проблемой. Я тем более же говорю, она такая периодичная. Что касается детских садов и школ, то у них тоже кондиционеры. Они за этим следят, чтобы дети не перегревались. Так что, в принципе, как к любой стране, нужно просто приспособиться. Везде есть какие-то свои нюансы. Ну и теперь давайте подытожим. Хотим ли мы вернуться в Новой Зеландию? Я думаю, что вы уже поняли, что на данный момент, вот на момент съемки видео, мы не хотим вернуться в Новой Зеландию. Нам нравится в Австралии сам образ жизни, климат. Ну, все, наверное, нравится. Образ жизни, я бы не сказал, что он какой-то другой. Вот в этом и преимущество Австралии. У этого и преимущество Австралии при переезде из Новой Зеландии в Австралию, что сильно ты ничего не заметил в поведении людей. В принципе, поведение очень похоже. Люди друг к другу относятся абсолютно примерно так же. Есть, конечно, какие-то небольшие отличия, но это незначительные вещи, опять же. То есть, все остальное нас полностью здесь устраивает. И нам нравится. Поэтому, действительно, желания возвращаться на данный момент никакого нет абсолютно. То есть, есть прожитые годы, есть воспоминания. Мы безумно любим Новую Зеландию. Она для нас стала вторым домом, потому что Австралия, мы не так долго еще здесь прожили. Но, как бы, на данный момент нас все устраивает здесь. И нам комфортно и приятно находиться здесь. То же самое я могу сказать о детях. Мы сколько раз спрашивали детей, хотите ли вы обратно. Они говорят абсолютно, что им здесь нравится. Ну, я бы заметила, да, что вот именно когда переезжаешь из Новой Зеландии в Австралию, не заметен вот этот какой-то контраст. Я думаю, если бы мы переехали в какую-то абсолютно другую страну, то, может быть, это было бы заметно. Но образ жизни похож, тот же язык, очень много всего похожего и в школах, и поведение людей. Поэтому дети, в принципе, они, можно сказать, вообще не заметили какой-то разницы. Только вот то, что изменилось окружение, все, что вокруг изменилось, может, погода немножко изменилась. Ну, в общем, на сегодняшний день нас все устраивает и нам нравится. Посмотрим, что будет дальше. Год прошел, живем дальше. Да. Кстати, единственное, что я в конце скажу, что я заметил после того, как мы сюда приехали, большее разнообразие флоры и фауны. Вот это вот действительно огромнейшее количество разнообразных птиц. И звуков, которые они делают. Звуков, которые издают по ночам, да, то есть какие-то животные. Вот это вот ты идешь, мы с ребенком сколько раз ходили гуляли, очень часто видели на полях кенгуру, да, то есть даже стаями. Вот это вот контраст ящерицы эти. Куала в этом, в парке просто. В парке, да, идешь. Иногда можно настыкнуться на куалу, которая сидит на дереве. Вот это вот. В Зеландии красота – это виды. А здесь красота – это разнообразие именно вот животного мира. Он действительно разнообразный и он очень интересный для того, чтобы познавать его. Да. Так что вот такой у нас ответ. Если у вас еще остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. На видео, если понравилось вам, то ставьте лайк. Подписывайтесь на нас обязательно. А мы с вами прощаемся. Всем пока-пока. До скорой встречи. Пока.